Всем привет, всем доброго времени суток, кто где подключается, кто с нами на инстаграме, кто на фейсбуке, кто уже в нашем колхозном зуме. Если вы в полном шоке и недоумении того, куда вы попали, что вы сделаете, я вам напомню, что вы попали на ежедневный урок по Аллахе, по книге Китсу Шурхана Рух, которую мы уже, я так думаю, годик, хорошо как годик учим, и дошли до 29 главы. Сейчас у нас начинаются очень интересные главы, которые говорят о взаимоотношениях между людьми. Они не столь законодательны, как в предыдущих главах, потому что в предыдущих главах туда стой, здесь не плюй, там сиди, тут ложись, там вставай. Здесь более мировоззренческие вещи, определенные вопросы морали и так далее, о чем мы с вами и начали говорить на прошлом уроке, проводя первые два параграфа этой достаточно длинной главы, где мы с вами говорили о том, что в принципе человек должен найти золотую середину, не быть фанатом в одном и наоборот пренебрегать чем-то другим. То есть не быть, вести себя как шут, но и не быть таким морешкорником, как говорят. Наидош не быть таким ворчуном, так сказать. Где-то во всем нужно искать золотую середину. Здесь Шелхоноров адаптирует слова Рамбама, который в свою очередь адаптирует идею Аристотеля о том, что везде, то, что называется у него golden mint table, где качество, которое человек должен развивать в себе и находить в них баланс, определенную золотую середину. Но мы продолжим дальше, потому что дальше Автор Китсу Шуханаруха говорит о том, что есть определенные вещи, в которых не нужно в них искать золотую середину, а вот так вот, ребятки, делать не нужно. То есть большинство качеств, которые есть у человека, эмоциональные качества, они приспособлены для того, чтобы найти золотую середину. Между ними ни в ту, ни в другую сторону, а где-то найти этот баланс. Но есть вещи, от которых вообще нафиг нужно избавиться, ни в коем случае этим не заниматься. Об этом и идут следующие параграфы. Итак, если кто-то следит с нами по тексту, то у нас 29 глава, третий параграф. Но, поскольку мы сказали, что во всем нужно искать баланс, агава и меда ранот, но есть качества, которые очень плохие по определению, и нигде нельзя найти там золотую середину, как, например, гордыня. Нельзя, это не вопрос, что ты пренебрегаешь собой, или ты гордишься и ведешь себя с достаточным уважением к себе. Нет, гордыня как таковая в любых ее проявлениях, как говорится, знать себе цену и с ней совершенно быть не согласным, это нехорошо говорит Шуханору в любой и в любом его проявлении. И нельзя человеку вести себя даже чуть-чуть, собственно, гордостью нести свое, так сказать, человеческое достоинство. А должен постоянно воспитывать себя, чтобы быть скромным. Как сказали наши мудрецы, заповедовали наши мудрецы, быть очень-очень скромным, да, то есть понижать свой дух, имеется в виду, не то, чтобы терять какую-то уверенность в себе или уважение к себе, нет. Имеется в виду, что по отношению к другим людям всегда нужно вести себя скромно. Человек не должен выпячивать себя, выпендриваться как только можно, хотя я понимаю, что на этом построена вся современная культура, и не только поп-культура, что во всем мы должны показать себя. Вся индустрия, все индустрии работают на то, на наше потребительство, где мы потребляем что-то только для того, чтобы себя как-то самоутвердиться за счет какого-то другого. У меня там лучше машина или у меня больше дома, у меня крутые часы и так далее. На этом все работает. Говорит Шуханору в том, что нет, это не еврейская, категорически не еврейская тема. Во всем нужно пытаться быть скромным. Не идет речь о том, что тут очень важно найти, увидеть эту тонкую черту. Это не имеется в виду о том, что человек должен вести упаднический образ жизни. Нет. Имеется в виду в первую очередь по отношению к другим людям. Ничего ты не делаешь, чтобы самоутвердиться за счет другого. Но, к сожалению, это очень сложный момент, потому что во всем, что мы делаем, нам хочется за счет какого-то другого особенности. Когда идет для меня, это всегда понятно, что сам с этим трудом справляюсь, или точнее плохо справляюсь, как и любой другой человек. Особенности для меня это болезнь, когда идет речь о соблюдении тора и заповеди. Я действительно хочу это сказать, может быть, это не совсем тема, не политически корректно, но я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди начинают соблюдать тору и заповеди, или соблюдают больше, чтобы показать, насколько они исключительны по отношению к другим людям. Вот я это делаю, они же не понимают, сколько я сталкивался, когда рабин мне говорит, ну вот я не могу же с ними учить талмуд, потому что они не такие умные, как мы, которые учимся в Ешиве. Я говорю о конкретных ситуациях. Или постоянная попытка показать, что ты круче соблюдаешь, чем кто-то другой. Да, ты что, не знаешь, что руки нужно быть три раза? Да вообще, что ты хочешь вообще в синагогу? Я вот уже столько лет хожу в синагогу, я здесь все знаю, делай как я. Это большая проблема. Мы всегда нужно понимать наш вектор того, что мы делаем, не для самоутверждения. И это то, о чём говорят наши нурильцы. Очень, очень будь скромным. Ничего, ни в коем случае нельзя делать ради собственной гордыни или самоутверждения по отношению к кому-то другому, тем более за счёт кого-то другого. Здесь рамганцы просто вот так вот пушают это. И дальше он говорит следующую вещь, я прочиту и переведу. И он обращается здесь уже во втором лице. Ты себя должен постоянно воспитывать, быть пониженным духом, до слова в переводе имеется в виду, быть в постоянной скорбности. Что имеется в виду? Это не значит, что всё время ты сидишь и так далее, быть забитым каким-то ботаном. Нет, идёт речь совершенно о другом. Всё, что ты говоришь, должно быть уравновешено, должно быть спокойно, не повышать голос. Хадис твоей пониженной головой в прямом и переносном смысле. Не выпячивай крупную такую, да, что ты там такой крутой идёшь по улице. И смотри всегда вниз, не смотри наверх, как бы измеряй всех своим взглядом. Это имеется в виду. Здесь он говорит прямо такой тренинг о том, как этого достичь, как достичь этой скромности. Он говорит, во-первых, это то, что ты должен делать сам по себе. Голову вниз, сердце наверх, глазами не измеряя никого другого и говори всегда спокойно и уравновешенно, несмотря на то, что очень часто это тяжело сделать. Нужно работать над собой. Но когда мы начинаем выходить из себя и не можем сохранить это равновесие, в тот момент, когда нас кто-то раздражает. Но что здесь говорит Рафганск? Если ты хочешь, как себя вести? К каждому человеку относись, что этот человек лучше, чем ты. Теперь проблема в современной культуре, что если кто-то лучше, чем я, значит, тебе нужно срочно самоутвердиться за счёт него, показать, что я лучше. Нет. Идея в том, что если человек лучше, чем ты, объективно лучше, чем ты, старайся относиться к нему с уважением или к ней с уважением. То есть к любому человеку нужно относиться с уважением и мерить не по себе лучше и хуже, чем я, а любой человек лучше, чем ты. Что имеется в виду? Сейчас дальше мы это прочтём в тексте. Имеется в виду, что в любом человеке можно найти что-то, в чём этот человек лучше, чем ты. И тогда ты будешь относиться к нему с уважением, не будешь ему пендриваться, самотверждаться, и останешься скромным, не будешь выходить из себя. Если это человек, который обладает большими знаниями в Торе, чем ты, это заповедь к нему или к ней относиться с уважением. Если это человек богаче, чем ты, и здесь не идет речь о том, что меряется у кого что больше богаче, а не тот, у которого круче машина и так далее. Нет, человек, который богаче, это человек, который помогает содержанию еврейских институтов, общин и так далее, и таким людям относятся с уважением. Поэтому мы вешаем таблички, и мы это учим. Есть такое понятие в еврейском законодательстве, называется «ровбиньян», человек, у которого много владений, и мы обязаны относиться к богатому человеку с уважением. Как мы это учим из наших мудрецов? Как мы знаем, что раби имеется в виду рабиуды, он относился с уважением к богатым людям. И сейчас тут очень интересная причина, почему. Почему к богатому человеку нужно относиться с уважением? Потому что если мы верим, что все от Всевышнего, ты должен думать, что Всевышний дал ему это богатство, и, соответственно, он или она этого достойны. Теперь вы скажете, не будем называть богатых людей, которые все пытаются относиться с неуважением. А, во-первых, почему мы должны к какому-то Джеффу Безосу не относиться с неуважением? Как мне какая-то одна девушка сказала, я его ненавижу, он такой нехороший. Как ты знаешь мне, какой он человек? Откуда ты знаешь, какой он человек? Потому что тебе на Фейсбуке кто-то рассказал, какой он человек? Нет, этот человек богатый, слава богу, много заработал. Я 100% такой человек, я понимаю, что сейчас непопулярно. Говорит такие вещи, такие богатые люди, как Марк Зукинберг, Джефф Безос, я не знаю, кто там еще, Билл Гейтс, они делают очень много хороших вещей, очень много помогают. Ваши взгляды могут не совпадать. Но что здесь говорит? Шаханов говорит идеальную формулу, как к богатому человеку относиться с уважением. Если мы верим в Бога, если мы знаем, что Бог управляет этим миром, и все, что мы получаем, любое богатство, которое мы получаем, это было постановление Всевышнего, чтобы мы его получили. Мы считаем, что мы получим это богатство, потому что мы заслужили. Значит, кто-то другой получил это богатство, потому что он или она заслужили. Значит, есть за что их уважать. А за что они это получили? Как они это заслужили? Не работайте у Бога бухгалтером. Получили, судим по факту, По выходному продукту на выходе, а не по тому, почему, что они сделали. Все остальное – это абсолютная зависть и комплекс неполноценности. Поэтому человеку, который богаче вас, забудьте, Советский Союз, что стыдно быть богатым, или современную даже американскую пропаганду, что мы заберем все у богатых и раздадим это и всех поселим homeless shelter. Нет, человек, который богатый, это значит, что Всевышний решил, что у него есть заслуги, по которому поводу он получает это богатство. Поэтому богатому человеку тоже нужно относиться с уважением. Или, по крайней мере, потому что человек работает, и много работает, и заработал эти деньги достойно уважения. Я понимаю, что сегодня это не столь популярно. Продолжим дальше. А если это очевидно и объективно человек не является в своем образовании Торы на более низком уровне, чем ты, и менее богат, чем ты, менее состоятельный, если он считает, что может он больше праведен, чем ты, да? То есть вот он там молится, как не себя. Сто процентов ты можешь другому человеку найти что-то, в чем он лучше, чем ты. И если бы, это действительно очень важный момент, понятие вообще всего мироздания, то очень важно отдавать себе отчет, что все люди действительно уникальны. И у каждого человека есть какое-то абсолютно уникальное качество, которым он отличается от других. И если ты видишь другого человека, который ты уверен, что он хуже, чем ты, в богатстве, в мудрости, я не знаю еще в чем, если ты видишь этого человека, он существует, это значит, что у этого человека сто процентов есть что-то, что лучше, чем ты, и этот человек достоин уважения. Иначе бы он не существовал, иначе бы не была его уникальность по отношению ко всему мирозданию. А как думать, что другой человек более праведный, чем ты? Тоже элементарно, афганцы сразу нам дают формулу. Что да, может быть, этот человек согрешил, но наверняка, ведь ты же не знаешь весь бэкграунд об этом и сказано, не суди своего ближнего, пока окажешься на его месте, поэтому мы должны относиться к тому, что другой человек согрешил, что он это сделал по ошибке или по насильству, то есть не по своей воле. А если ты грешишь, ты наверняка делаешь это специально, ведь команда, дамы и господа, ведь мы сами о себе, мы всегда знаем, что мы это делаем, если мы что-то нарушаем, хотя находимся в куче оправданий, что мы знаем, что мы нарушаем, поэтому о себе ты точно знаешь, что ты нарушаешь, когда ты нарушаешь и нарушаешь специально, а к другому человеку всегда относишься, что это было по ошибке и по обстоятельствам, и он в этом не виноват. И говорит Раф Гансов, вот если ты будешь выполнять все эти формулы, так будешь думать, то тогда никогда ты не заразишься гордыней, и всё у тебя будет пучком, всё будет, и так будет тебе хорошо, так и говорит Раф Гансов. Продолжим дальше, извините за такое грузилово, в канун шабата, но такая у нас глава, четвёртый параграф в 29-й главе, в Хенакас, и ещё страшная вещь, которую мы все, к сожалению, знаем, проходит, как мы ни крути, так или иначе мы все впадки на это. И также гнев. Гнев, ну вообще очень сложно, ну как его сделать, собраться не гневаться, когда тебя просто выводят, особенно эти дети, это вообще кошмар, телевизор я вообще не смотрю, чтобы именно этого не было, и новости вообще не знаю, но дети, вообще соседи по синагоге, это просто иногда выводит, просто кошмар, ужас, да? И говорит, И точно так же гнев, это ужасно плохое качество. Человек должен как можно дальше от него отходить. И нужно тренировать себя, да, заставлять тебя, никаких фокусов нету, никакой каббалист не даст тебе броку, у тебя всё сразу срастётся, нет. Нужно тренировать себя, дрессировать себя, не выходить из себя, не гневаться, не злиться. И если тебе нужно устрашить своих домочадцев, там, на детей и так далее, то ни в коем случае нельзя это делать по-настоящему, а нужно это сделать по кабутке, чтобы подумали, что вот папа или мама разозлились. Но на самом деле тут внутри должно быть в полном дзене, полное спокойствие. Как это делать? Не знаю. Но несколько даёт советов здесь рафганцам. А внутри ты должен быть спокойный, да, то есть детей просто порвать, как тузик шапку, а внутри у тебя полное спокойствие. Приводит рафганцам здесь цитату, сказал пророк Ильяу, рабе Иуде, брату де Сала Хасида, это талмудические личности, не закипай в дословном переводе, не гневайся, и тогда не согрешишь. Добавляет он ещё определённую вещь, не напивайся, не напивайся вином, тоже не согрешишь. О чём здесь идёт речь? Понятно, что идёт речь о воздействии алкоголя на наш мыслительный аппарат, потому что у нас сидит эта потребность гневаться, нас вот так может всё, что угодно вывести. Для того, чтобы не гневаться, нужно не сделать какую-то операцию и вывезти гнев от себя. Это нереально. А нужно развивать свой интеллект настолько, чтобы он полностью контролировал ваши эмоции и никакой импульсивной реакции не было. Это происходит с помощью развития интеллекта, у кого он здесь, конечно, да? Но когда мы выпиваем, мы расслабляемся и даём боли своим эмоциям, и вот тут может произойти, что Остапа понесёт. Поэтому, говорит правопилиал, если ты не можешь контролировать себя, свой гнев, когда ты напиваешься, то лучше не выпивать. Но мы-то знаем, мы, русские хасиды, умеем пить. Ничего подобного. У всех это действует абсолютно одинаково. «Одамру Розаль» также сказали наши мудрецы, «Коль акуэски илу овет акун». Любой человек, который гневается, он как будто бы служит идолопоклонству. Логика проста. Почему это называется идолопоклонством? Просто так. Если всё от Всевышнего, а всё Всевышнего — это хорошо, так говорит раби Акива в Талмуде, всё, что делается, делается к лучшему. Это немножко префразированные слова раби Акивы, то если что-то тебя развеет, ты считаешь, что это плохо, какой смысл это гневаться? Ты просто не понимаешь, что это хорошо, потому что если ты веришь в Бога, то всё хорошо. А если ты начинаешь злиться, то значит ты не веришь в Бога, значит это чистое идолопоклонство. И разные виды ада обладевают этим человеком, что имеется в виду, разные нехорошие вещи с нами могут произойти в тот момент, когда мы уходим из себя и начинаем гневаться, мы не контролируем себя и всякие гадости к нам приклеиваются, потому что снимается этот fireball, снимается эта защита, и мы можем сделать очень нехорошие вещи, войти в состояние эффекта, как говорится сегодня, никакого оправдания, несмотря на юриспруденцию, этому нет. как сказано, как сказано, сними гнев со своего сердца и всё нехорошее уйдёт из твоей плоти. То есть это просто способ о том, как не болеть, например. И нет ничего, и то, что называется в Тории «раа» – зло, это и есть ад, потому что так сказано о грешниках, что они дождутся своего злого дня, то есть наказания в аду. Опять же, напоминаю, что ад, как и рай, это условное понятие в иудаизме, это не где-то наверху семидесятной девственницы, не где-то на сковородке внизу. А это всё здесь зависит от широты нашего кругозора. Тут ставят жирную точку, почти точку, по этому поводу Рафганцерский Цушуханрухи говорит, что те, которые гневные люди, то есть те, которые не обладевают своим гневом, жизнь их не жизнь. Это то же самое. Жизни как таковой нет, если всё время гневаться, эмоционально, импульсивно, реагировать на действительность, а не контролировать свои эмоции. Лапиха цибули и тракет минакаса. Но поэтому наши мудрецы так много подчеркивают, что нужно удаляться от состояния гнева. Ачьяник, ацмош лаверки, шапинутворима хасим. Пока ты не натренируешь, ты говоришь именно о тренировке, что даже те вещи, которые естественно вызывают в нас гнев, мы не то не просто это останавливаем и контролируем, а просто нас уже не вызывают гнев. Мы входим действительно в этот дзен. Когда тебя кто-то подрезает на машине, пусть едет, пусть едут джигиты, всё нормально. Если кто-то тебе, как царь Давид, который уходит из Иерусалима, когда из него восстает, будущего Иерусалима, восстает его сын Афшалом, и глава Санедина, провожая его, проклиная царя Давида, и хотят, урия, по-моему, там хочет его наказать, или Абнер, я уже не помню, кто это был, то тот говорит, оставь его, пусть он говорит, пусть он говорит, это состояние праведника, где то, что тебе плохо говорят другие люди, тебя это не парит, ты находишься в этом дзене. И это правильная, хорошая дорога, и дорога праведникам, что они принимают обиду, а сами не обижают. Если бы великие праведники, такие как Рамбам, Рафштандин, я говорю, прыгаю по поколениям, да, там Малбин, которого постоянно там в Румынии наезжали, что ему приходилось уйти, алтаребы, на которого доносили, что его присаживались, сужали смертную казнь, вообще парились о том, что о нем, о них, и им говорят другие, то того, что мы называем иудаизм, сегодня не было. Праведник ему по барабану, что его кто-то обижает, и сам он никогда никого не обидит. Это то состояние, которому нужно приходить. Да вошли они, пусть они говорят, что угодно. Главное, что у тебя был твой внутренний стержень, построенный на интеллекте, это наш файрбол. Это не говорит Аграф Гансер, что вот это вот так, вот нужно говорить, что это то, к чему нам нужно стремиться. Шам им херпатам, вейнам машинам, слышат обиды и не возвращают на них, не отвечают на них. Это правильники. что они делают всё из любви и даже страдания принимают из любви, любые обиды на здоровье, пусть говорят, как рассказывает историю о Раби Акиве, который, когда только начинал учиться, в Талмуде рассказывается, что он нашёл труп, который лежал на земле, о евреях, и он протащил, протащил вот там две мили на себе похоронить его на кладбище, возвращается в Бейт Медраж и говорит своим более образованным соученикам о том, что вот, я сегодня сделал такую митцву, я две мили тащил этот труп, что похоронили на кладбище. А его ученики посмеялись над ним, что уважение к Медпредсуду, что похоронить его сразу. Говорят, что каждый шаг, который ты делал, ты убивал его заново. И он понял, что ему нужно ещё учить законы, выучить, что правильно делать. И когда через много лет Раби Акива стал таки, да, Раби Акива, то как-то в его присутствии хотели, начали рассказывать эту историю. И его ученики сказали, как мне стыдно, перед Раби Акивой говорят, нет, пусть рассказывает. Наоборот, пусть рассказывает над смешкой надо мной, потому что благодаря этому я стал тем, кто я есть на сегодняшний день. Это тот подход, который у нас должен быть к тому, когда что-то не так о нас говорит. Где угодно, в Facebook, Instagram, да пусть. Как говорят на российском телевидении, пусть говорят. Это нас не должно касаться. Мы должны построить себе этот интеллектуальный панцирь. И об этом говорит она, что возлюбленные его, то есть правильники, они как солнце, которое выходит в свои силы. Что имеется в виду? Да, солнце скрывается, солнце заходит за горизонт, солнце не видно, солнце прикрывается, но оно все равно возвращается обратно и поднимается в зенит. Поэтому, да, господа, не буду вам рассказывать о том, как не гневаться, но стараться надо. На этом мы сегодня остановимся. Спасибо большое. Шаббат шалом всем, кто был с нами. Всем пока, кто был на Инстаграме. Если вы еще с нами на Zoom, то вы можете задать свои вопросы сейчас. Всем точно так же шаббат шалом на Фейсбуке. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok